МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соседний дом – точная копия 58-го до ремонта. Балконы без укрепления выглядят ужасно. Надо сказать, что этому дому ремонт пока не светит. Жители не проявляют активности, необходимой для вхождения в программу. Дорогу осилит идущий. И вот я ходила и стерла семь железных сапог, семь железных посохов. Но, так сказать, встретились достойные люди. Помогали депутаты, представители власти и строители. Татьяна Ивановна помнит всех поименно и очень благодарна каждому. А соседи, Татьяны Лияскиной, благодарны ей самой за активность и профессионализм в вопросах ЖКХ. Как в теремочке. Конечно, нет. Как в теремочке. Отопление полностью поменяли. А то было стыдно ходить не на таких. Канализация. Очень тяжелая работа была. Потому что подвала нет. Все было под полом. Пожилые жители дома в прошлом тоже рабочие люди признаются. За работы такой сложности никогда не взялись бы даже в молодости. Дело в том, что коммуникации и разводка находятся не в подвале, а под землей. Строителям приходилось копать ходы и пещеры, чтобы добраться до трупов. Свой дом теперь иначе, чем теремочком, жители не называют. Кровля, фасад, входные группы, отмостки и окна по программе. На Нариманово-5 сегодня ремонтируют кровлю. Фасад пока отложен на следующие годы. Работы начали 20 мая по графику производства работы. Немножко задержки были в связи с погодными условиями. Сейчас нормализовалась погода. Начали, открыли. Начинаем участок 6 метров. Сегодня планируем под гидроизоляцию закрыть, чтобы уже не протекало нигде. Одно из главных требований к строителям – комфорт жильцов. Поэтому любое общение чрезвычайно корректно. Работы продуманы, чтобы не доставить проблем жильцам. Невзирая на технические сложности, внутренние работы только после того, как покрыта кровля. Материалы качественные, гидроизолированные и пожаробезопасные. Коронавирусы дожди, хоть и прервали работы на полтора месяца, тем не менее глобально из графика не выбили. На сегодняшний день у нас выполнено 28 видов работ в 23 жилых многоквартирных домах по региональной программе по капитальному ремонту. В работе сейчас находится 17 домов. Еще в 17 подрядные организации собираются приступить в ближайшее время. Годовой план по капремонту, по словам Алексея Бубнова, выполнен почти на треть. Многое, что остановило пандемию, удалось не только возобновить, но и наверстать. Павел Половов, Даниил Сурков. Новости Улправды ТВ.